Командир легкого вертолета Виктор Заволыпич вместе с коллегой, пролетая над озером Арантур, замечает полынью, из которой видна голова крупного животного. Приглядевшись, он понимает, это лосиха. Даже одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что она обессилена и не может выбраться сама. Было принято решение возвращаться домой, взять еще в помощь пару человек и взять приспособление, ремни, веревки, чтобы можно было вытащить. Добровольные спасатели со снаряжением вернулись к лосихе. Еще немного и животное могло пойти ко дну. Виктору и его коллегам тоже было непросто. Мороз пробирал до костей. Животное совершенно не сопротивлялось. И видно было, что оно живое. Была надежда, что все нормально. Но когда ее вытащили, видно, что это было животное полумертвое. Судорогами сведенные ноги, дрожь. Вот так, вот так, сюда, вытаскивай колено. Все, все, пойдет сейчас, давай. Больше 30 минут трое взрослых и крепких мужчин тянули пленницу из полыньи. Чтобы хоть как-то согреть лосиху, пилоты сняли свои куртки и укрыли ими животное. Мы думали, что мы не приведем ее в чувство, не получится. Но через где-то промежуток, там, ну, минут 30, сколько-то наших трудов, так сказать, раскачивали, разбалтывали во все стороны. Она, ну, она ноги под себя поджала уже. И мы уже поняли, что уже, так сказать, дела идут на поправку. Через полчаса жесткой разминки лосиха пришла в себя и поднялась на ноги. И только тогда летчики заметили, что она беременна. Получается, что они спасли две жизни. Да как тяжело, ну, мы не думали же об этом. Мы просто, мы просто в любом случае хотели попытаться это сделать. И у нас получилось. Уже из вертолета добровольные спасатели увидели, как лосиха скрылась в лесу. Это значило, что животное пришло в себя, а спасательную операцию можно считать успешной. Потрясающе. И особенно, вы знаете, удивляет одна деталь. Оказывается, на досуге члены экипажа этого вертолета увлекаются охотой. Но вот они не воспользовались этой ситуацией, а совершенно бескорыстно спасли и отпустили животное. Респект настоящим мужчинам. Продолжение следует...